В этом году, а это всего лишь два месяца, регистрируется рост оборота наркотиков на территории Брестской области. Уже возбуждено два уголовных дела, произведено три крупных изъятия марихуаны, пресечено 16 случаев сбыта наркосодержащих веществ. Ситуация напряженная, но специалисты по наркоконтролю говорят, что стабильная. Преступные группы на сегодняшний момент борются за эту нишу, для того, чтобы через наше государство проходил именно наркотрафик. Поэтому это основная проблема, с ней мы боремся. В том числе поставлены задачи на выявление и нарколаборатории на территории области, и выявление помещений для выращивания наркотиков. Свыше одной тысячи наркоманов проживают в Брестской области. Среди них 9 детей в возрасте от 11 до 15 лет. А потому профилактика наркопотребления по-прежнему в центре внимания. Сегодня на территории Брестской области реализуются три профилактических проекта. Мой выбор – жить с позитивом, в защиту жизни и работа центра наглядной профилактики. Все вместе они дают свои плоды. Работают психологи, работают психотерапевты, наркологи. И, в принципе, немалый процент выявляется детей, которые с высоким уровнем эмоционального состояния. То есть до 5% – это школьники, и 10,5% – это учащиеся в профессионально-техническом образовании. Всем этим деткам назначены курсы коррекционной работы. Наркоманы не доживают до среднего и пожилого возраста. Смертность среди них высокая. Ее причины разные – от передозировок и травм в период действия наркотических средств до самоубийств. По статистике, 90% употребляющих наркотики – молодые люди от 15 до 25 лет. По мнению специалистов, зависимость от наркотиков развивается в 475 раз быстрее, чем от алкоголя. Страшные цифры. Но все-таки бывают ли наркоманы бывшие, избавившиеся от зависимости? А бывает ли бывший язвенник, бывший сердечник, ремиссия, то есть состояние, когда человек комфортно себя чувствует, но измененное состояние обмена веществ в мозге у наркомана сохраняется, какой-то дефект у соматического больного сохраняется, и задача этого больного и медработников сделать так, чтобы у него не было болезненных проявлений. Но как только этот больной человек нарушит режим, в данном случае, если наркоман опять попробует, все начнется сначала. Рынок курительных смесей сегодня динамичен. Изготовители проявляют изворотливость в зарубежных лабораториях сразу же после запрета того или иного вещества, вносят в состав смеси изменения, и она автоматически выпадает из списка запрещенных, то есть юридически не является подконтрольной. Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает, в нашей стране оборот любых веществ запрещен и влечет уголовную ответственность. За сбыт наркотиков можно получить до 15 лет лишения свободы.